10 мая 2024 год по поводу комментария написали мне в youtube вчера 9 мая выписали административные там что-то протокол на пенсионерку галину савченко за то что она пришла в пилотке со звездой запрещенные символ украине советского союза коммунизма мне пишут и за эту украину воюешь за такую украину так я с радостью отвечаю на этот вопрос да именно за эту украину и воюю которая запрещает не только нацистские символы что правильно и совершенно оправданно но не забывают о том что сделал советский союз и коммунистический строй для людей да а то как-то про то что гитлер натворил мы все в курсе но что советский союз натворил люди предпочитают почему-то забывать я харьковчанин у меня слышали про такой дом слова в харькове а слышали вы что вы про мемориал жертвам террора в харькове а про могилы детей умерших от голода тридцать третьем году в 1933 году возле барабашова откина барабашова слышали такой крупнейший рынок по моему вообще в восточной европе в харькове у нас пока его россияне не разбомбили конечно был так вот когда к нему по академика пола приближаешься там рядом могилки такие неприметные там скромненько на крестах написано здесь перезахоронены дети умершие от голода 1933 года это не было никакой немецкой блокады не было никаких фашистов кругом были только советские прекрасные коммунистические власти которые довели до голодной смерти миллионы украинцев да а дом слова не в курсе это очень примечательный такой дом там документальные фильмы они снимают на улице культуры 9 у нас харьков я к нему лично подходил смотрел он построен как кооператив форме буквы с литераторами украинскими расстреляны ведро жены вряд ли кто из вас знает так вот в этом доме там около 60 квартир на те 60 квартир 33 человека расстрелянных 33 потом 12 человек сосланы в лагеря и двое покончили с собой это все при прекрасном коммунистическом советском союзе давайте крушельницкий не слышали протокол антона крушельницкого его расстреляли него было четверо сыновей их тоже расстреляли и у него была одна дочка ее тоже расстреляли нет не не помните о таком не рассказывали нам такое в школе в советской наше а про то что у меня в харькове 3000 расстрелянных в сороковом году тысяча девятьсот сороковом году 3000 расстрелянных польских пленных офицеров никто из вас не знает не слышал я уверен что и харьковчане многие моего возраста не знаю потому что нам не рассказывали об этом школе 3000 а как же это в сороковом году у нас оказались пленные польские офицеры не зададитесь вопросом потому что в тридцать девятом году красная армия советского союза 17 сентября вторглась в польшу ударила полякам спину после того как 1 сентября гитлер вошел в польшу 39 года 17 сентября красная армия вошла в польшу перебила кучу поляков захватила огромное количество поляков в плен до провела парад по моему там 23 сентября 1939 года был совместный парад вермахта и красной армии криво шейн был этот самый с нашей стороны камбриг а со стороны немцев был гудериан есть документальные съемки это может каждый из вас посмотреть но кто-то из вас этим интересовался кто там вас из вас об этом помнит а потом пленных этих офицеров сначала в старобельском лагере они были кто-то в катыни расстрелял кто-то 3 целых три тысячи человек у этих пленных офицеров расстреляли непосредственно у нас в харькове возле зеркальной струи а потом под пятихатки их вывезли туда в посадку об этом тоже наверно напомнили или нет или только будем помню это то какой гитлер скотина вопросом нет вообще про гитлера никто не спорит про нацизм запрещаем все эти конечно у нас там строгость закона компенсируется необязательности из исполнения у нас этих советских гербов советских серпового молотов там в метро где угодно там на на здоровье никто за это не растает и пенсионерку и туда что админпроколы протокол на нее составили не вывезли в сандармох и не расстреляли как с крушельницкой семьей поступили с крушельницкой так что да я воюю за ту украину где помнить будут все и какие гитлеровцы и какие коммунисты были они и какие сейчас расисты да потому что вот я северный салтов из дружбы народов надеюсь переименуют эту улицу потому что сейчас это просто как какой-то грёбаный стёб звучит дружба народов после всего состоявшиеся у меня наталья уже вид там рядом своя с дружбой народом на наталью уже ветеран жил ну ветеран который 4 контракт концентрационных лагеря прошел на узник там бухенвальда по моему 4 прошел но он погиб от российских нарядов которые в двадцать втором году начали обстреливать мою северную салтовку представляете кто-то вам об этом говорит россияне потому что девяносто 6-летний человек ветеран войны который прошел 4 концентрационных немецких лагеря погиб от ваших снарядов я хочу чтобы в моей украине помнили об этом и тыкали у вас носом все время это понятно поэтому да я за именно за такую украину и войну все буду украины слава украине и героям слава